Как сложилась жизнь у героев проекта «Холостяк»? Начнем с первого сезона. Александра Шульгина и Андрей Чмирковский. Они встречались месяц, но вскоре расстались. Александра Шульгина занимается тренингами, всячески развивается. Андрей женился на спортсменке. Вот она. Елена Ряснова и Фрэнсис. Встречались они полгода, но в итоге расстались. Елена Ряснова вышла замуж за бизнесмена. Фрэнсис до сих пор холостой. Третий сезон. Анна Козырь и Андрей Скорнев. Анна Козырь сразу же показала Андрею, что она ему после проекта отказывает. От Андрея была беременная Яна Станишевская, но после проекта он стал встречаться с третьей финалисткой, с Ириной Скориковой. Но тем не менее и с ней не сложилось. В итоге Андрей вернулся к своей первой любви. Он называет ее Ирена. Анна Семакова и Константин Евтушенко. Тоже расстались. Их общение более походило на дружеское. Сейчас Константин Евтушенко с Натальей Добрынской. Марина Кищук и Сергей Мельник. Расстались потому, что Сергею Мельнику пришлось уехать в Белоруссию. Марина Кищук победила в конкурсе красоты. Сейчас встречается с парнем. Алена Лессик и Иракли Мацакария. Как правильно? Напишите в комментариях. Тоже спустя год отношений расстались. Она сейчас не замужем и Иракли холостой. Лида Немченко и Дмитрий Черкасов. Но еще на проекте было видно, что Лида не любит Дмитрия. И даже на постшоу выяснилось, что они даже не поддерживали отношения. Просто иногда переписывались. Лида хотела, чтобы Дмитрий продолжал за ней ухаживать. Она еще не была готова на отношения с ним. А он все-таки тоже живой человек. Имеет гордость. Поэтому он вернулся к бывшей жене. У них есть ребенок. Иванка Гончарук и Рожден Анусси. Дядь, чего ты так? Рожден холост. С Иванкой у него не получилось. Он даже сделал издевательское предложение Гале на конкурсе красоты. Он прошел шоу холостяк. Ты помнишь, да? В чем была суть, ты прошел. Скажи, вот в данный момент, что бы ты выбрал? Стать номер один? Забрать эту чудесную экономию? Ты сильный на Украину? И вы все-таки верите за меня замуж. Кто не слышал, я просто перекажу. Что для тебя важливее? Перемог ты в конкурсе? Или вийти за меня замуж? Что она должна ответить? Что ДНК-кохание меньше важное, чем победа? Или что она должна ответить? Что ей плювать на победу, а ты, Рожденчик, найголовнейший? Я не знаю точно, что она ответила, потому что это не записано. Но зал реагировал, как это так. Мало того, что это запитание ставит Галю в незручное становище. Если ты хочешь делать предложение, то делай ее нормально. Запитуй, выйди за меня замуж. А не ты запитаешь, что тебе важнейшее. Ясно, что ведущий отреагировал, как нормальная людина. Он подумал, что после этого будет... Что? Ты видишь после фразы Кольцов всегда со мной. Все ожидали, что Рожден дистанет каблучку с кишени, сяде на колено и запитает, что она выйдет на него замуж. Ну, это логично. Так он, придурок, стал отбреховаться. Ты невозможно так у женщины запитаешь? Ты ее принижаешь? Неймоверно. Но больше ты себя принижаешь. Человеки, если вы хотите где-то запитать, запитуйте прямо. Ну, видимо, придется. Потому что все-таки, как говорится, у нашей девушки другие совершенно за других словах выбирают, кто с кем будет замужем. Мне кажется, так мы, собственно, в этой стране и живем. А на сегодня ты говоришь, а почему бы ты бы на ней не женился? Давай, дорогой, не женишься, позор. Почему, собственно? Спасибо большое. Я сказал, не выйди за меня замуж, пожалуйста. Я сказал, чтобы ты выбрал. Что не мало важно. Рожден Анусі втік до Московии. Хороша дівчинка Ліда виявилася зовсім нехорошою. Зірка першого холостяка Яна Соломко теж із зрадниц.